Здравствуйте дорогие друзья, гости и подписчики, с вами Борис Борисов и я рад вас приветствовать на канале 7 семян. У нас 7 семян каждую неделю, каждый день действуют какие-то классные акции, которые, вы знаете, настолько будоражат мое садовое сознание, и я постоянно закидываю себе корзину одни товары, потом что-то убираю, новое добавляю. И сейчас проходят такие классные акции, например, в эту неделю каждые 2 дня у нас есть повышенная скидка на категорию товаров. Например, перцы, затем будет 2 дня акция на томаты и следующие 2 дня будет 20% скидка на огурцы. Поэтому заходите, посмотрите, делайте свои заказы. Если товары из акции уже не имеют скидку 20%, у нас для зрителей всегда действует постоянный промокод 10%, который дает скидку на товары, которые не участвуют в данный момент в акции. Ну а если вы, к сожалению, не можете в данный момент воспользоваться, сделать выгодную покупку, у нас действует рассрочка способа оплаты долями. Информация по оплате долями будет в описании к этому видеоролику. Поэтому не стоит откладывать в долгий ящик покупку, действительно, если это будет очень выгодно. Есть возможность оплатили сразу, нет, разбили платеж на несколько частей. Я думаю, что кому-то данная функция будет достаточно актуальна. Поэтому заходите, смотрите, делайте свои заказы. Также у нас в 7 семян продолжается прием предзаказов на семенной картофель от компании Сидек. Я получал в прошлом сезоне картофель, мне очень понравился, поэтому я могу смело вам его порекомендовать. Цена очень хорошая и самое главное, очень хорошее качество. Так что заходите, тоже посмотрите семенной картофель. В этом видеоролике я хочу поговорить о культуре, которая достаточно очень распространенная. Многие любят, но, к сожалению, не у всех получается вырастить достойный урожай. Сегодня я с вами буду разговаривать о перце. Сегодня в моей съемке принимают участие такой вот шикарный перец. И вырастить перец такого размера может каждый на своем участке. Важно соблюдать главные агротехнические правила при выращивании болгарского перца. Ну, сладкого перца, точнее. Во-первых, нужно выбрать хорошие сорта и гибриды. Сейчас просто огромное количество сортов и гибридов. Разные фирмы фасуют, разные фирмы селекционируют. В том числе и наши российские фирмы не отстают. Тоже выпускают шикарные перцы. И, конечно, среди этого разнообразия нужно выбрать для себя самые любимые. Ну, с чего бы я, наверное, хотел бы дать свой совет. Выбирайте по описанию сорта, которые имеют ранний и средне-ранний срок созревания. Такие перцы в открытом грунте всегда, даже в большей степени, они созреют. Если же перцы будут поздние, то, во-первых, у них позднее созревание будет, биологическая спелость у них будет поздно наступать. И этого можно добиться либо постоянно чем-то укрывать, либо только в теплице. Но я, честно сказать, люблю выращивать перец в открытом грунте. Там он получается более, не знаю, мне кажется, даже урожайнее. Но есть именно сорта, которые необходимо выращивать в теплице. Например, высокорослые, которые имеют неограниченный рост. Так называемые индетерминатные гибриды и сорта перца. Такое есть и у томатов, такое есть и у перца. Вторая проблема, которая часто бывает у садоводов, это то, что перцы не всходят в семена. Важное условие для того, чтобы перец зашел, во-первых, влажность и высокая температура. Практически 30 градусов. И перец при таких условиях может зайти буквально на 4-5 день. После всходов температуру необходимо снизить до 22-25 градусов. Иначе перец будет тянуться и он может, ну как бы, знаете, быть хлипковатым. Поэтому обязательно снижаем температуру, повышаем освещение и постоянно переваливаем, чтобы перец желательно у нас сильно не зацвел в рассадном периоде. Потому что это притормозит его плодоношение уже в открытом грунте. Рассаживаю перцы, которые сеял вместе с вами в конце февраля. Сидели они в таких одноразовых стопочках. Сейчас я их буду пересаживать в стаканчики побольше. Конечно, было бы желательно их посадить в пол-литра, но у меня, к сожалению, нет такого объема сейчас, куда их поставить. В теплице еще оставлять перцы нежелательно, потому что они маленькие. Так вот они выглядят. Очень хорошая рассада получилась, здоровенькая. Это у меня перец. Early Sensation. Здесь был коронный цветок, я его так, где он? Здесь был коронный цветок, я его удалил. И вот уже завязываются перчины. Он прям просится в грунт. Сеял я эти перцы 27 февраля. Есть еще такая проблема, когда у перца тонкая стенка получается. Это может быть неправильно выбранный сорт или гибрид. А вторая причина, и, как правило, она основная, это недостаточный полив. Перец очень любит полив. Он любит влажный грунт, влажную почву, чтобы ножки его всегда были немножечко сыроватые. Поэтому обязательно мульчируйте свои посадки. Будь это в открытом грунте, будь это закрытый грунт. И еще одна причина тонкой стенки может быть недостаток питания. Потому что современные сорта и гибриды требуют повышенного питания. Особенно требуется калий. Поэтому обратите внимание, во время завязывания, во время созревания урожая, давайте удобрение с повышенным содержанием калия. Это может быть и монокалий фосфат, это может быть, ну из того, что могу вам порекомендовать, удобрение Joy. Финальная синяя упаковка я вам ставлю. Это удобрение у нас было в проекте Охотники за урожаем и показало просто шикарный результат. Я могу вам его смело порекомендовать. Ну и просто другие удобрения, какие-то комплексные, где повышенное содержание калия. Тогда плоды будут сочные, яркие и к тому же будут сладкие. Либо иметь тот вкус, который у них должен быть по сорту. Поэтому обязательно кормите свои растения. И также перец может, например, подпекаться. Поэтому, если вы выращиваете в открытом грунте, вот немножечко притяните, хотя бы укрывным материалом, буквально самый-самый тонкий, на палочке какие-то, может быть у вас есть какие-то дуги, прикрывайте перец. Он не любит палящего солнца. Вот, например, томаты палящее солнце любят, а перец нет. Поэтому, чтобы добиться богатого, хорошего урожая, я рекомендую вам садить перец плотненько. Вот посмотрите, вспомните, какого было размера перец, взрослое растение, если вы его выращивали, и посадите его так, чтобы листья смыкались. Вот, например, томатом, для того, чтобы они не заболели, чтобы они дали хорошую урожайность, важно, чтобы они были на хорошем расстоянии, чтобы они проветривались. А вот перец, он любит, чтобы он любит тесноту. И в таких условиях происходит очень хорошее опыление. И перец, знаете, вот он дружит между собой и дает от этого очень хороший, обильный урожай. И перцы не будут печься на прямом солнце. Вот, знаете, бывает такая причина, что, смотришь, вроде перец испекся на солнце, подгорел. А, как правило, это может быть даже не солнечный ожог, а это может быть, например, вершинный огниль. Потому что перец также может быть подвержен этому недугу. Недостаток кальция в почве сказывается на плодах в первую очередь. Поэтому обязательно проводите подкормку кальциевой селитрой 3 грамма на 1 литр. Кальциевая селитра разводится достаточно сложно, поэтому желательно ее развести в теплой воде. И потом уже добавить на необходимый объем. И также можно использовать современные препараты для борьбы с вершиной огнили. Например, вот антивершинка вышла в этом сезоне, в сезоне 22 года от Organic Mix. Я попробовал, но действительно работает, работает хорошо. Вершинная огниль, если появилась, она практически моментально уходит. Но также можно, конечно, использовать и более бюджетный вариант. Обработать кальциевой селитрой по листу и также пролить растение таким раствором. И эта проблема у нас с вами исчезнет. Такие достаточно простые агроприемы помогут вам вырастить богатый урожай перца на своем участке. Друзья, если вам ролик понравился, обязательно ставьте лайки, подписывайтесь на канал 7 семян. Увидимся с вами, до новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok